Субтитры создавал DimaTorzok И поговорим сегодня о семье и поклонении. Семья и поклонение – это очень важный вопрос, так как с ним связано счастье или несчастье семьи. Поклонение Аллаху, Господу миров – это цель, ради которой Всевышний Аллах сотворил все свои создания. Как сказал Аллах, я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Это главный саженец счастья семьи, первый фундамент дома. Семья должна основываться на подчинении и повиновении Аллаху. Когда оба разумных супруга согласны с тем, что их главная и самая возвышенная цель в жизни – это подчинение Аллаху, то именно по нему они будут ориентироваться при разрешении любых разногласий и во всех своих действиях. Богобоязненность была упомянута в суре «Атт-Таляк» – «развод» – «пять раз». И развод – это больной семейный вопрос. Богобоязненность была упомянута там пять раз. И большая часть результатов богобоязненности также упоминается в данной суре. Это практическое религиозное воспитание детей. Родители закладывают в них с самого детства необходимость подчинения Аллаху. В вопросе поклонения и подчинения Аллаху дети сразу же смотрят на родителей, ведь они их пример для подражания. Дети получат такое воспитание только если будут видеть от родителей соответствующие слова и действия в их поклонении, в обращении друг с другом и в нравственности. Видят в доме этот прекрасный образ, такой же, как и за пределами дома. Но, к сожалению, иногда в доме они могут увидеть разногласия, разобщенность, и это сильно влияет на личность ребенка. Пусть дети видят у себя дома единобожие, благонравие и благовоспитанность. Дети не расстаются с примерами родительского сострадания и милосердия, решительности и строгости, наказания и снисходительности, довольства и гнева. Эти светлые ведущие картины дети видят в их практическом жизненном исполнении. Дома родители насаждают детям эти великие принципы. Отцы и матери, будьте внимательны, следите, чтобы ваши действия не противоречили вашим словам. Как говорится, лучшие слова – это те, которые подтверждают собой действия. Каждый подражает тому, с кем себя сопоставляет. И ваши дети – это те, кто больше других сопоставляет себя с вами. Молитва, молитва и молитва. Это стол прелигии. И также, клянусь Аллахом, это основа дома и семьи. Когда в доме совершают намаз, это становится одной из причин счастья, спокойствия и успеха семьи. Намаз – это сладость поклонения. Аллах велел своему пророку. Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его. Шейх Ас-Саади говорит, призови своих домочадцев исправно совершать обязательные и добровольные намазы и не позволяя им расслабляться. Приказ совершать что-либо, это приказ выполнять все действия, без которых это дело не будет законченным и совершенным. Он должен обучать их всему, что необходимо для исправного совершения намаза, что портит намаз. Будь терпелив в этом. Проявляй усердие, брат. Это намаз – стол прелигии. На самом деле, брат, ты должен напоминать жене и детям о том, как совершается намаз, каковы столпы намаза и его адабы, смирение в намазе. Рассказывай об этом. Напоминай членам семьи, чтобы они повторяли об этом и помогали друг другу. Если человек регулярно совершает намаз надлежащим образом, то он исправно выполняет и все остальные предписания религии и мирской жизни. Если же он допускает упущение в намазе, то он пренебрегает и остальными повелениями Господа. Искреннее поклонение – это причина богатства и благодати. Сегодня многие семьи ищут, как увеличить свой достаток. Клянусь Аллахом, вы найдете увеличение достатка в этом поклонении и уверенности в Аллахе, велик он и славен, который сказал, «Мы сами наделяем тебя уделом, а добрый исход за богобоязненностью». Поклонение – это путь к благословению в уделе, путь к благу и к милости в этом мусульманском доме. Таким образом, необходимо обучать домочадцев тому, что значит искренность, чтобы они помнили о том, что Аллах знает обо всех их словах и делах и всегда поступали в соответствии с божественным руководством. Как сказал Аллах, «Скажи, воистину, мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху Господу миров, нет у него сотоварищей, это мне велено, и я первый из мусульман». Раздача милостыни и кормление бедняков также оказывает удивительный эффект на сохранность семьи и на ее финансовое благополучие и счастье. Разве пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал «Благодеяния защищают от трагической смерти». Разве пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал «Расходуй, о сын Адама, и я буду расходовать на тебя». Все это очень важные понятия, связанные с тем, чтобы семья строилась на поклонении и подчинении Всевышнему Аллаху. Брат, приучай своих детей расходовать средства на людей. Пусть они заведут себе копилку для этих целей. В хадисе сказано, «Каждое утро перед тем, как люди уйдут на работу, спускаются два ангела, и один из них говорит, «О Аллах, даруй расходующему возмещение», а другой говорит, «О Аллах, приведи скупого к ущербу». Вы хотите возмещение или ущерба? Брат, это прекрасно, если ты зайдешь в область этого хадиса. Заведите в доме копилку и откладывайте хотя бы по одному реалу в день на милостыню, чтобы эта благословенная дуа коснулась вашего дома. «О Аллах, возмести расходующему средства, чтобы Аллах возместил тебе их. И если Аллах тебе возместит, то возрадуйся богатству и благодати в твоих доходах, имуществе и детях». Эти прекрасные вопросы связаны с поклонением и его различными видами внутри этой благословенной семьи. Благочестие и поддержание родственных связей, брат. Хождение в гости к родственникам и соседям. Как сказано в хадисе, пусть тот, кто желает, чтобы его удел был увеличен, а срок жизни продлен, поддерживает связи с родственниками. Итак, прививаешь ли ты своим детям эти великие понятия? Благочестие к родителям и поддержание родственных отношений с их дядями, тетями и другими родственниками, а также общение с соседями. Звонил ли ты сегодня своему дяде? Сколько недель прошло, как ты не звонила своей тете? Отцы и матери должны обучать своих детей. Они не должны быть довольны тем, что прошла уже неделя, а их сыновья и дочери не связывались со своими дядями и тетями. Нужно прививать детям эти понятия, которые будут воздействовать на них так, как родители не будут знать, приводя их потомство к успеху и богатству, как было обещано в священных текстах. О, Аллах! Поступают ли сегодня семьи подобным образом? Сколько сегодня отцов и матерей, которые напоминают своим детям о благочестии и поддержании родственных связей? Звонил ли ты такому-то? Поприветствовал ли ты такого-то? Навестил ли ты свою тетю? Эти прекрасные понятия связывают братьев друг с другом. Говорил ли ты сегодня со своим братом? Здоровался ли ты с ним? С женатым братом, который живет в отдельном доме? Сколько ты уже не виделся с ним? Разумные родители прививают своим сыновьям и дочерям эти принципы общения. Также супруги и другие члены семьи, взрослые и дети должны наслаждаться поклонением, чтобы жить как в раю. Как говорили наши предшественники, клянусь Аллахом, если бы знали цари и их дети, какое счастье мы испытываем, то сражались бы с нами за него своими мечами. Да, клянусь Аллахом. Несчастные люди – это те, кто покинул этот мир, так и не испробовав лучшее, что в нем есть, как это происходит в некоторых домах и семьях. Лучшее, что есть, это чтобы семья строилась на подчинении и поклонении Всевышнему Аллаху. Как говорят некоторые ученые, тот, кто хочет вечного счастья, пусть придерживается поклонения. Да, нужно обучать детей истинной сущности поклонения, красоте поклонения, учить, что все поклонение принадлежит одному Аллаху. Помни об Аллахе, сынок, и он будет хранить тебя. Так говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует с подвижником, которые были еще детьми, закладывая им основы религии. Храни память об Аллахе, и он будет хранить тебя. Храни память об Аллахе, и ты обнаружишь его перед собой. У одного отца сын уехал учиться за границу. Он рассказывал, «Клянусь Аллахом, на меня произвело очень большое впечатление то, что каждую неделю мой отец отправлял мне одно и то же сообщение. В нем было написано только «Храни память об Аллахе, и он будет хранить тебя». Он говорит, «Это сообщение осталось у меня в сердце, и оно всегда было у меня перед глазами. Завет моего отца словно окружал меня и защищал». Каким же разумным был этот отец? Субханаллах! Итак, все эти принципы приводят к красоте семейной жизни. В истинном поклонении, клянусь Аллахом, кроется спокойствие семьи, покой для душ всех членов семьи. Здесь соблюдающая мусульманская семья должна сыграть свою роль во взаимопомощи и искренних советах, направленных на насаждение достойных ценностей и качеств, особенно в то время, когда ценности среди людей очень быстро меняются. Сейчас мы, клянусь Аллахом, боимся за себя и за нашей семьи. Вокруг происходит множество изменений. Повсюду удивительным образом когда ей тяжело под напором тревог и соблазнов. Наступает черед семьи, члены которой должны заповедовать друг другу истину и терпение. Посмотрите на эту прекрасную картину. Наш любимый пророк, да благословит его, Аллах и приветствует, говорит, и это послание для всех родителей. Да помилует Аллах человека, который поднимается ночью, совершает намаз и будет свою жену, а если она отказывается вставать, брызгает ей в лицо водой. Да помилует Аллах женщину, которая поднимается ночью, совершает намаз и будет своего мужа, то есть они брызгаются водой. Это как игра, которая приводит к радости в этой семье. О Аллах! Как же прекрасен такой дом и такое отношение между супругами, верующими людьми, которые искренне в своем поклонении Аллаху. Гайша говорит, обычно пророк, да благословит его, Аллах и приветствует, совершал молитву, когда я лежала и спала на его ложе. И когда он хотел совершить витр, он будил меня, и я тоже совершал витр. Он не лишал себя и свою семью этого блага. Он побуждал мусульманскую семью к взаимопомощи, чтобы все ее члены занимались поклонением. Если человек разбудит свою жену ночью, и оба они совершат намаз, и если все члены семьи совершат подвар Акаата, они будут записаны среди тех мужчин и женщин, которые много поминают Аллаха. Бывало ли с вами такое? Пробовали ли вы оба хотя бы раз помолиться вместе, чтобы в ту ночь вы были записаны, как много поминающие Аллаха? Такими были наши праведные предшественники в своей семейной жизни. Так они поступали постоянно. Некоторые из них вставали ночью на намаз, будили своих жен, как делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Когда наступало предрассветное время, они будили своих жен. Клянусь Аллахом, братья и сестры, это прекрасно, проживать в наше время такую жизнь полную веры. Клянусь Аллахом, человек будет счастлив обрести успех в этом мире и в мире вечном, когда этот мир посредством поклонения и подчинения Аллаху станет для него прекрасной пашней для вечной жизни. Это великая цель, подчинение Аллаху, то, на что мы должны ориентировать все наши дела и поступки и оценивать, принесут ли они довольство Аллаха или его гнев. Просим Всевышнего Аллаха сделать так, чтобы наша жизнь, наши деяния, слова и все наши дела происходили в подчинении Аллаху, а также просим сохранить нас и наших жен, сыновей и дочерей. Поучаствуйте с нами в хэштеге «Успешная семья». Не лишайте других возможностей получить от вас пользу. До встречи в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наше видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пусть вам это запишется как награда за благое дело. Амин.